есть ли у нас эфир видите ли вы меня и слышите ли вы меня в эфире проверю да вроде в эфире напишите в чатике видите ли вы меня или слышите ли вы меня да есть видно слышно отметьтесь в чате да с праздником поздравляю всех мир трудной и у нас сегодня 31 занятием нашего с вами года денег темы остались непростые в том смысле что в том смысле что их как бы к ним довольно сложно найти подход но мы с вами попробуем вот смотрите есть у меня коллега один не знаю тоже с какой стороны подойти с какой стороны к этой теме подобраться есть один коллега который делает много лет делает некий бизнес достаточно успешно и ну в своей нише он типа там номер два например и вот тут я узнаю вдруг что он продает свой продал свой бизнес ушел из вообще полностью ушел из управления получил какие-то не очень большие деньги получил какие-то не очень большие проценты но вот и делает паузу сидит и как бы все ничего не делать вот одна такая история что произошло с человеком с человеком произошло выгорание да то есть человек занимался бизнесом него не вынимая головы из него 8 лет фигачил девять лет фигачил и в какой-то момент дошел уже до того что просто потерял вообще всякий смысл там были какие-то звоночки определенные последние пару лет но в какой-то момент уже все стало понятно что он уже больше работать не может и что просто как бы просто каким-то отдыхом тут не не отделаться надо прям прям совсем идти идти все на полу помните я внизу у нас с вами было занятие по собаке колу но сейчас немножко мы вдруг другую сторону пойдем второй момент один из участников в.п. написал не знаю ярослав здесь или нет ярослав самородов если ты здесь то напиши в чате я с твоего позволения хочу так твою историю рассказать я думаю что можно поскольку он в общем прямом доступе и написал так дочитал сегодня ленивую скотину 2 теперь пора трудиться да и вот значит участник в.п. прошел не не буду говорить чем занимается неважно в какой нише человек работает но прошел значит прошлом году прошел в.п. волшебный пендель деньги значит поднял выплатил долги купил там что машину купил квартиру новую купил до повысил уровень дохода там несколько раз и так далее так далее ну таки уже в нашем деле это уже такие обычные будничные явления наши а вот и в этом году опять пришел на в.п. и пришел с такой мыслью что надо дальше повышать уровень у кей повысил условно говорят там не знаю бесколько ну например там со 100 тысяч до 500 повысил да теперь хочется с 500 повысить до 5 миллионов или 50 миллионов цифры вообще не важны а вот и значит прошел тренинг и потом в итоге по итогам этого тренинга сел и начал думать и понял что как бы и дальше то не хочется то есть ну как бы вот 500 есть опять тысяч пять миллионов не надо или 5 миллионов есть от 50 миллионов не надо и он написал отзыв я для себя так отметил что надо обязательно вот об этом надо будет обязательно сделать прям отдельное занятие потому что эта тема непростая и она ее очень сложно уловить да то есть очень сложно понять и разобраться в ней почему потому что это как бы то о чем мы говорим это не не собаки к то о чем я вам хочу сегодня рассказать это не downshifting да это немножко другое сейчас мы попробуем ее как бы распинать и я тоже ее конечно же до конца не понимаю и вообще весь этот тренинг я за тело для того чтобы в конце концов и самому в каких-то вещах разобраться есть люди которые идут 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 да и вот не останавливаясь этот рост 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 и у кого-то из них кому-то из них удается добиться каких-то масштабных успехов да у кого-то кому-то нет а кто-то рвется на части да то есть и в том числе там в инфобизнесе мне известно бизнес молодость например из открытых источников просто до росли 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 и всех вокруг себя на рост ориентировали сами на рост были ориентированы и доросли до того что сработали год с минусом 25 миллион и компания закончила убытком в 25 миллионов после чего она была закрыта и они разбежались каждый каждый заниматься своих делами то же самое произошло с акселератором с акселем известного я думаю значит росли 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 до доросли до 80 миллионов в месяц до потом начали падать 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 80 60 50 25 10 2 и когда упали до 2 решили что дальше дальше продолжать бессмысленно ну я уверен что они ребята толковые все у них будет хорошо и они сделают новые проекты и как и петя миша и сергей капустин и 2 подре борода ты забыл как его зовут не так важно важно что ребята толковые и как бы далеко не глупые и в нашем бизнесе не самые последние но вот попались в эту ловушку бесконечного роста в эту ловушку бесконечного движения и это действительно ловушка да то есть когда ты движешься 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 бежишь 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 и настроен на вот это бесконечное ускорение и что дело и я долго думал пытался понять руки что можно противопоставить этому ускорению бесконечным дело в том что мы сегодня да и вообще я думаю что вы замечали такую штуку вот с возрастом я помню когда мне было 6 лет это был бесконечный год я прям запомнил это что мне было все время вот шесть и шесть и шесть и шесть вот все время мне шесть лет это был год просто какой-то полон как абсолютная бесконечность мне очень долго было шесть лет а потом семь и стала восемь девять десять одиннадцать и другом а сейчас уже такое ощущение что моргнул только что было сорок семь уже сорок восемь моргнул 49 да то есть из время замелькала по полетела быстро 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 вот кто из вас такое замечал то что с возрастом время начинает течь быстрее даже лето я человек северный да и у нас лето длится ну такой нормальное лето когда-то плюс 25 хотя бы да и солнце светит она две недели тянется где-то там в конце июля и в начале августа дожди зарядят и все это уже дальше дожди перейдут снег вот но в детстве это солнечные дни они казались бесконечными лет оказался огромным просто бесконечный она щелчок начинается в середине июля до заканчивается в начале августа да у всех то конечно да почему это происходит потому что в в детстве да и молодости мы находимся мы больше находимся в состоянии осознанности а потом дальше чем дальше мы начинаем жить таком легком трансовом состоянии что это такое ну вот когда вы например не знаю смотрите кино какое-то да вот вы садитесь трехчасовой фильм но классный интересный фильм я даже сериал какой-то садитесь бенч-вотчер устраиваете себе новый сезон game of thrones да вот у вас 10 7 вы садитесь думать вот 10 часов кайфа 15 минут кажется что за 15 день пролетел и посмотрели а вот с нашей жизнью происходит то же самое да то есть мы чем дальше мы большую часть жизни проживаем вот в этом легком трансовом состоянии и субъективное ощущение времени да но очень такой сжатое я сразу скажу что я не фанат то есть я не считаю вот это состояние осознанности я думаю что вы много слышали о самом этом понятии осознанности да я не считаю его самостоятельно цены до что нельзя все время находиться в состоянии осознанности да то есть произойдет перегрузка вы просто перегорите ничего как бы да то есть надо все равно переключаться между состоянием и например находясь в состоянии полной осознанности вы не можете писать вы не можете заниматься творчеством историю можно придумать состояние осознанности полный да а когда вы пишете вы опять же находитесь в легком трансовом состоянии и когда вы пишете да вы нужно писать целый день у меня случалось такое писать целый день не не обращая пьесу когда пишешь утром садишься в вечер на следующий встал сел за за стопчику уже вечер и там написано 20 страниц текста вот и мы начинаем жить очень быстро находясь в этом трансовом состоянии и мы не чувствуем вкус и жизни и мы не замечаем ничего вокруг в моей пьесе раз уж я про пьесы говорил меня есть небольшая пьеса она называется учение мага она она была опубликована если интересно ее можно найти есть такой такой портал эзотерический который называется касталия портал олега телемского я нежно люблю олега он на мой взгляд выдающийся совершенно человек грандиозного ума большого таланта и он делает издательство и просветительские разные проекты в эзотерическом и и культурологическом и в юнгианском да там много направлений и я очень многие книги касталия особенно кем было как раз как раз сейчас закончу вебинар и пойду на почту кемпбелла получать маски бога и изданные касталия очередной там 4 тонн вот и там на на сайте касталия опубликована моя пьеса учение мага и вот в этой пьесе есть такая метафора что для того чтобы человечество не успел там есть определенная задача я не буду все пересказывать чтобы человечество успела кое-что сделать вернее не успела кое-что сделать для того чтобы забрать у него запас времени существовавший у него запас 2000 лет были отправлены некие паразиты а некие пожиратели времени и вот у меня ощущение что мы все этими паразитами окружены да то есть вот этими многочисленными пожирателями нашего времени и наша жизнь проходит так быстро из-за чего из-за того что нас у нас на шее постоянно эти паразиты сидят и что это за паразиты и все что угодно может стать такими паразитами да то есть любой инструмент который мы используем для того чтобы улучшить свою жизнь может превратиться в такого паразита например соцсети до чтобы мы делали сейчас без соцсетей потому что но это важный инструмент мы делаем бизнес мы учимся в соцсетях да и так далее так далее да у нас там большая часть нашей жизни протекать но именно они числе прочего да они и являются паразитами да когда мы не умеем с ними на работать с этими соцсетями кино сериалы опять же с одной стороны они нас учат они нас развлекают они дают нам отдых они дают нам огромное количество информации о том как живут другие люди дают там некую психотерапию некий вид психотерапии хорошая драматургия вообще это всегда психотерапия но тем не менее точно так же они становятся и инструментом пожирания нашего время интервью подкасты на ю тубе да тоже слушаем полезно узнаем что-то новое в том числе и вот это то что мы с вами сейчас делаем да но тоже существует и виде youtube канала и виде подкаста тоже там люди это все слушают и то же самое да можно извлекать из этого пользу да а есть люди которые просто на это подсаживаются да и просто просто сжигают свою жизнь на это некоторые книги да то есть книги источник знаний да тут все понятно без без вопросов не точно так же да если вы не контролируете это книги могут стать источником вот такого бессмысленного сжигания наших жизней если вы этим не управляет да то есть условно говоря если вы садитесь и читаете там 50 детективов подряд в течение года да то пользы от этого мало вы просто за все равно что этими детективами топите печку просто сжигаете жизнь свою спорт даже спорт может стать таким сжигателем время опять же если вы не переключаетесь не меняете не развиваетесь в этом спорте до спорт мой я я познал эту зависимость да то есть я конечно совершенно точно я зависим от спорта вот и и и возможно даже это уже стала проблема я щас собираюсь поменять бы я восемь лет бегаю я хочу попробовать еще что-то другое раньше всегда каждый год менял физическую активность и сейчас тоже хочу попробовать что-то другое дальше бесполезное общение до общение об общении титу они токинге у нас будет отдельное занятие но опять же тоже вот это общение она может быть и полезным и бесполезным да то есть фактически любая деятельность о которой который человек занимается да она может быть и полезны и бесполезны и находясь в моменте мы не можем различить полезно ли нам это эта деятельность или нет и более того мы даже не можем различить приятно ли нам эта деятельность или нет находясь внутри этой деятельности почему потому что мы находимся в легком трансовом состоянии а когда мы находимся в этом легком трансовом состоянии у нас нет сопротивления Сопротивление. То есть мы не можем противостоять происходящему. Как в хорошем кино, если вы вовлечены в это кино, вы не замечаете на всей нелепости сюжета. Вот в жизни то же самое. Мы увлечены жизнью настолько, что мы не замечаем нелепостью и бессмысленностью очень многих сюжетов, в которых мы проживаем. Друзья, насколько это понятно? Если эта мысль понятна, напишите, что понятно. Если есть какие-то вопросы, то задайте вопросы. Да, если бы у меня каждый понедельник не изменил будильник на год денег, время бы летело быстрее света. Да, друзья, пока вы пишете, небольшой анонс. Я не помню, говорил я об этом или нет уже. У нас по обычной программе следующий курс должен быть в мастерской, базовый, сценарный. Я решил, в этом году не будет базового сценарного курса. Будет курс по написанию пьесы. Забыл уже, не помню, говорил вам или нет. Набор на курс по написанию пьесы будет открыт 1 июня. Так что, если вы хотите писать пьесу, я знаю просто, что многие ждали этого. Вот все, сентябрь, октябрь, ноябрь мы пишем пьесу. Понятно, хорошо. Теперь логично, да? А что с этим делать? На меня в свое время... Знаете, кто такой Гурджиев? На меня в свое время очень сильное впечатление произвела техника Гурджиева еще до того, как я прочитал все его книги. Я к нему прям с очень большим пиететом отношусь. Понятно, что я каких-то вещей в том, что он учил, я не понимаю, честно скажу. С какими-то вещами я не согласен. И я уверен, что если бы мы с ним, например, встретились и познакомились, мы бы разругались в пух и прав. Вот ни на секунду не сомневаюсь. Просто обложили бы такими хуями друг друга, что мало бы не показалось. Вот. Но тем не менее, да, я так с дистанцией, я, конечно, с большим уважением к нему отношусь. Почему? Потому что я куда не иду, вот прям куда не иду, в какую область деятельности я не иду, я вижу везде, отовсюду-то торчат его усы и его лысина. Да, то есть и мы в мастерской используем очень многие его наработки. Мы используем энаграмму для разработки системы персонажей. Да, вот эта история про три мозга, да, про три ума, это тоже восходит к Гурджиеву, да, и понятно, что там это все. Эти доказывали, что это так, кто-то опровергал, неважно, да, сама концепция, я считаю, что очень-очень небесполезна. И она восходит к Гурджиеву. И он очень много как раз занимался вот этим развлечением жизни в трансовом состоянии и остановкой вот этого трансового состояния и переходом в состояние полной осознанности. Он считал это очень ценным и важным состоянием, состоянием перехода, в числе прочего. Он делал такое упражнение полная остановка. То есть он давал какую-то команду, находясь с учениками, когда они занимались, чем угодно занимались. Не знаю, купались, плавали, да, спортом занимались, читали. Он давал какую-то команду определенную, да, существовала договоренность, что делать в этот момент. И когда звучала эта команда, все должны были замереть в той позе, в которой застала их эта команда. Мне очень нравится, что, когда я читал описание этой техники, что тяжелее всего приходилось тем, кого эта команда застала, когда они были под водой. Потому что они должны были оставаться под водой до тех пор, пока не прозвучит отбой этой команды. И интересно, а как они под водой должны были услышать, что прозвучала команда или что прозвучал отбой? Ну, неважно, да, важно то, что услышали команду, остановились, затаили дыхание и какое-то время, 30 секунд, например, 40 секунд, надо было находиться в полной неподвижности. И в течение дня несколько раз такая команда звучала. В этом есть смысл. Да, то есть вы как бы себя ловите. Да, то есть вот вы живете, живете, вы хоп, вдруг себя поймали и такой, стоп, остановись. Встряхнись, останови действие, которое ты делаешь сейчас. И это очень любопытно делать. Понятно, что если ты делаешь это сам, то ты как бы подготовлен к этому. То есть если ты сам себе команду отдаешь, то ты вспоминаешь, о, блин, Гурджиев, надо сделать упражнение. Хоп, замрука я. И замираешь в этой позиции. Ну ты же как бы себя предупреждаешь об этом. И, конечно, эффективнее, если кто-то другой вам дает эту команду, да, и вы так вспоминайте об этом. Но есть в этом смысл. Да, то есть есть смысл. Я это делал, да, и можно это делать, да. Упражнение, например, в течение дня, некоторое время, например, 5 раз в день, например, вспоминать об этом и замирать в позе. Кстати говоря, вот мусульманская практика, там, по-моему, 5 молитв в течение дня, да, это тоже про это. Да, то есть 5 раз в день в определенное время ты должен либо прийти в мечеть, либо расстелить коврик, да, повернуться лицом к Мекке и прочитать соответствующую молитву. Да, то есть это тоже практика включения осознанности, да, то есть ты себе определенные вещи напоминаешь, которые, как бы, есть в тексте этих молитв, которые ты читаешь. Вторая, второй вариант, да, то есть вот есть такой вариант, остановиться. Второй вариант я прочитал в очень любопытной книге, я не уверен, что я помню ее название, дайте-ка я гляну. Марина Абрамович, книга называется «Пройти сквозь стены». Она есть, она переведена на русский язык. Если вы не читали, еще раз, Марина Абрамович, не Абрамович, а Абрамович, ну, вам не важно, без ударений написано. Это такая художница, которая занимается перформансом и занимается, скажем так, техниками, увеличивающими творческую продуктивность. Да, то есть, по сути, все, что она делает, да, это как бы художественный акт, но на самом деле это все техники, это все практики, связанные с очень сильным увеличением такой личной силы, личной продуктивности. Например, ее упражнение в присутствии художника, да, перформанс в присутствии художника, когда она несколько недель сидела каждый день в определенное время, сидела в помещении, и люди, любой желающий мог прийти, там очередь выстраивалась, естественно, мог сесть напротив нее и какое угодно время сидеть и смотреть ей в глаза. Вот этот взгляд человека в глаза – это невероятное напряжение, очень тяжело выдерживать взгляд человека, который смотрит вам в глаза. И, по сути, да, она вот этот взгляд прокачивает, да, то есть, мозг очень сильно получает очень много информации, когда вы смотрите другому человеку в глаза. И, соответственно, вот эта прокачка, да, она, по сути, да, она другим человеком вышла после этих нескольких недель, когда несколько недель ты каждое утро сидишь и смотришь людям в глаза. И у нее есть любопытная техника, когда ты действие, которое ты делаешь, привычные для тебя действия, делаешь максимально замедленным. Там, я не помню, она, у нее, кстати, Леди Гага училась, проходила ее тренинг какой-то, она описывает, забавно очень в этой книге описывает, как она там пришла и как фанаты там вокруг бегали толпой. Она, по-моему, то ли она шаг делала, то ли она дверь открывала, да, то есть, какое-то очень-очень простое действие, которое нужно было делать, максимально замедлившись. И максимально замедлившись, это не в два раза замедлившись, да, а это она целый час открывала дверь. То есть, замедление было такое, что движение было фактически незаметным. Да, Зеланд оттуда слямзил, но, по большому счету, очень многие техники Зеланда, они восходят как раз-таки к Гурджиеву. Я в этом, честно говоря, я в этом большой беды не вижу. Я бы, честно говоря, не стал бы говорить, что там слямзил, не слямзил, ну, как бы, а Гурджиев тоже это откуда-то слямзил, да, тоже там кто-то из восточных мастеров это все, да, все оно к чему-то, а Иисус Христос это платонизм, да, то есть мы... Мы так далеко можем зайти, да, если будем пытаться искать какие-то первоисточники, нам не так важно на самом деле, что кому принадлежит. Важно то, что... Важна суть. Да, вот, кстати, Олеся пишет, часто делаем упражнение на фиксацию взгляда в глаза в своей театральной студии. Это реально очень сильное упражнение. Итак, вот смотрите, что я попрошу вас сделать в течение этой недели. Во-первых, все, что вы делаете обычно, да, то есть надо будет подготовиться. Я специально эту неделю подобрал под праздники, рассчитывая, что у кого-то, может быть, вообще будут праздники, кто-то, может, будет там, ну, менее интенсивно заниматься своими повседневными делами, да, может быть, будет там один-два рабочих дня. Но исхожу из того, что у вас, как бы, эта неделя будет более или менее свободна, и можно немножечко поизвращаться, можно немножечко поэкспериментировать. Вот попробуйте все, что вы делаете обычно, попробуйте делать в два раза медленнее. То есть, условно говоря, если это секс, да, то долго и вдумчиво. Если это выпивка, да, то налить один бокал или одну рюмашку и тянуть ее весь вечер. То есть, если вы обычно это за час выпиваете, да, попробовать два часа просидеть с этой рюмашкой, да, и не залпом глотать, а маленькими-маленькими по три атома тянуть. Да, если это пробежка, то заменить пробежку на прогулку. Опять же, замедлиться. Если вы читаете что-то, у нас, кстати говоря, вот, когда я делал курс по скорочтению, да, у нас там было как бы три режима чтения, даже четыре, да, то есть было там скорочтение, было ультрочтение, да, когда вы просто книгу прочитываете, пролистываете и загружаете ее или фоточтение, да, когда вы страницами текст запоминаете. Это все немножко там разные техники. Обычное чтение и сверхмедленное чтение. Да, то есть, что такое сверхмедленное чтение? Редко бывает так, но у меня бывает такое, когда книга заслуживает сверхмедленного чтения. То есть, вы берете и понимаете, что надо, например, там страницу прочитать, прочитать еще день подумав после этой страницы. Да, может быть, сделать что-то, внедрить, да, то есть редко, конечно, с художественными книгами такое редко бывает, да, чаще с nonfiction книгами с какими-то, но тем не менее, вот, бывает, что прям хочется такого сверхмедленного чтения. Вот я хочу вас попросить, это сверхмедленное чтение, вне зависимости от того, какой вы текст сейчас читаете, попробовать попрактиковать. И попробовать хотя бы что-то одно в течение недели сделать сверхмедленным. То есть, выбрать время и попробовать условно сделать глоток чая или кофе за час. То есть, выделить час времени и попробовать целый час делать этот глоток. Я понимаю, что из всех участников курса, да, у нас там в общей сложности, я понимаю, что записи слушают там где-то около двух тысяч человек. Хорошо, если там человек пять сделает. Ну, вот вы пять и будете молодцы. Сверхмедленный. Вообще, всю неделю постараться провести максимально вдумчиво, максимально медленно и с вниманием к деталям. То есть, максимально включенным в состояние осознанности. А для этого, да, это делая быстро, да, невозможно это сделать. Поэтому замедляться. Обязательно от души высыпаться. То есть, прям организовать свой график на эту неделю таким образом, чтобы каждый день отключить будильник и каждый день просыпаться только, когда вы полностью выспитесь. Прямо вот полениться немножечко. И, если получится, тоже понимаю, что не у всех получится это, да, попробовать вот помимо вот этого замедления и часа замедления, попробовать в другой день час вообще полной паузы. То есть, прям в идеале, если вы еще и отключите какие-то внешние воздействия, да, например, наденете беруши от звуков, наденете очки черные, да, то есть полная такая сенсорная депривация. Я понимаю, что может быть там в идеале, конечно, это вообще полная сенсорная депривация, да, то есть ванна с соленой водой, куда вы отключаете все чувства, да, и там час хотя бы находитесь в этом состоянии полной отключки. Да, ну, можем как можем, да, хотя бы так остановить воздействие, да, и на час хотя бы сделать такую паузу, паузу в жизни, паузу в чувствах. И посмотрите, что произойдет, очень интересные эффекты ожидаются. Что произойдет? Во-первых, какие-то действия отвалятся, то есть неизбежно, если вы что-то начинаете делать медленно, да, значит, вам надо делать выбор. Да, значит, вот это я буду делать, а вот это я не буду делать. И, соответственно, какие-то действия из тех, что вы делаете повседневно, они у вас отвалятся. И это повод подумать, собственно, а нужно ли эти действия делать, может быть, вместо них что-то другое или вообще ничего не делать. Второе – появится вкус жизни, и он будет другой совершенно, да, то есть вкус тех действий, которые вы делаете, да, вы начнете чувствовать совершенно по-другому. Прибавится энергии. Просто вот если, опять же, вы действительно сможете сделать вот все вышеперечисленное, я вам список дам, естественно, вы сможете его там глазами увидеть, уровень энергии очень сильно вырастет. И неизбежно будут происходить какие-то инсайты по поводу вопросов, которые вас сейчас научат. Вот, собственно, все, что я вам сегодня хотел сказать. Если домашнее задание понятно, напишите в комментариях, что все понятно. Если есть вопросы, задайте вопросы. Сейчас, пока вы пишете, я еще раз повторю домашнее задание и текстом размещу. Значит, ежедневно пишем отчет о том, что вы сегодня сделали медленно и какой был эффект. И по списочку. Первое. Все, что вы делаете, обычно делать в два раза медленнее. Да, если пробежка, то вместо пробежки прогулка. Если выпивка, то тянуть бокал целый вечер. Второе. Попробовать хотя бы одно какое-то действие делать сверхмедленно. Да, растянуть на час какой-то один жест. Если что-то читаете, читайте текст сверхмедленно, вдумчиво, каждую букву пережевывая. Вот все, что в скорочтении мы от чего отказываемся, да, от артикуляции, да, от перечитывания, да, здесь мы совершенно спокойно, мы это приветствуем. Саму вообще всю эту неделю провести максимально вдумчиво и с полным вниманием к деталям. Обращая внимание на то, что, разглядывая внимательно все, что мы обычно не разглядываем. Обязательно высыпаться всю неделю и постараться хотя бы час за неделю, если получится. Тоже я как бы все люди занятые, все люди взрослые. Я понимаю, что мы все находимся в некой реальной ситуации, а не идеальны. И постараться хотя бы час за эту неделю ничего не делать. Полная пауза. Так, вопросов нету, вижу. Так, сейчас гляну, что у нас есть в комментариях. Так, Гуджиев много путешествовал по разным странам. Да, он весь Восток объездил, там, Хран, Персия, вот это вот все. Есть, на самом деле, есть книга «Встреча с замечательными людьми», по-моему, она называется. Называется она, тоже я рекомендую почитать, она довольно интересная. А самое интересное, что есть фильм, художественный фильм под названием «Встреча с замечательными людьми», который снял театральный режиссер Питер Брук. Тоже он очень интересный, если вы как бы Гуджиевым интересуетесь, я советую его посмотреть. Он реально прям очень хороший. Питер Брук, который Махабхарату снял. Так, я с детства беру что-то вкусное, откусываю настолько мелкие кусочки и медленно жую, что получается медитативная техника. Да, да, то есть это, с одной стороны, это как бы, вы немножечко такое включаете аутизм, да, то есть это очень похоже на у аутичных детей такое бывает. У меня тоже такое было в детстве, да, то есть вы как бы, это именно вот такое замедление, да, и полное погружение в проживание одного процесса. Да, Темченко учил на сверхвозможностях. Гляделки – это прям очень мощная практика. Ребенок реагирует на происшествия непосредственно спонтанно, взрослый стереотипно. Да, это так. То есть у ребенка нет, да, он каждое, все, что он проживает, он проживает в первый раз. И вы знаете, вот что самое интересное, что я считаю, что у писателя вообще должен быть вот этот вот взгляд ребенка, да, потому что если у вас есть такой стереотипный какой-то общий взгляд, усвоенный от общества, и вы сталкиваетесь с какой-то вообще любой абсолютно ситуацией жизненной, да, ну какие есть жизненные ситуации. Например, вот сейчас много людей там эмигрировано, например, да, и для каждого человека это уникальный жизненный опыт. Вот, и каждый эмигрант непременно считает своим долгом написать роман или книгу о своей эмиграции. И по большому счету большинство этих книг читать просто совершенно невозможно, потому что, ну, во-первых, а кто не эмигрировал, да, во-вторых, а кто не проживал такой опыт? Да, то есть рассказывает одно и то же, одно и то же, да, то есть и вот тысячную книгу берешь и снова то же самое. Но дело в том, что любой человеческий опыт – это одно и то же. Первая любовь – одно и то же. Первое предательство – одно и то же. Первый успех, первая неудача, смерть родителей, да, и так далее, и так далее. Да, то есть это у каждого человека, каждую свою жизнь, да, он проживает точно так же, как и все остальные. Но мы-то свою жизнь проживаем в первый раз, да, то есть и, как сказать, весь цимус, весь кайф того, что пишет писатель, да, дать вот это ощущение вот этой проживаемой в первый раз жизни. И очень часто, да, когда читаешь, например, там, не знаю, какой-нибудь, Франсуазу Саган или Раймона Редиге, да, то есть, который описывает там опыт подростковой любви, да, Редиге со стороны мальчика, да, Франсуазу Саган со стороны девочки, да, со стороны взрослых, взрослых, когда читаешь, ну, как бы не очень, ну, окей, хорошо, как бы, ладно, нормально. А когда ты сам ребенок, сам юноша, да, и сам еще этого не познал, да, есть ощущение такой свежести, интересно, как, а что, а как там будет. Ну, вот, и вот это ощущение свежести, ощущение новизны, да, оно должно быть у каждого писателя. И надо каждую книгу уметь писать вот с этим ощущением новизны. И наша с вами задача попробовать, ну, прожить свою жизнь вот с этим ощущением новизны. И вот это замедление, оно помогает эту новизну ощутить. Да, совершенно верно, вот Наталья пишет, замедление, по всей видимости, сбивает стереотипное реагирование, возвращает к детскому непосредственному восприятию. Совершенно верно, да, абсолютно так. Так, по ходу, замедление уже началось, отменила концерт по погодным условиям, перенесла на другие даты, осталось замедляться дома и слушать год денег. Да. Планируете ли курс по скорочению? То когда-нибудь созрею, наверное. Я его проводил когда-то, лет шесть назад, что ли, все как-то, руки не доходят. Час ничего не делать, это сесть и сидеть, а мысли куда? Понятия не имею. Ну, посмотрите, что будет происходить с вашими мыслями. Наверное, тоже будет что-нибудь интересное происходить. Так, я наоборот очень замедленно, мне ускориться нужно. Ребят, мне все равно. Да, то есть вы можете идти вместе с нами по нашему графику, можете не идти. Да, как бы мы за всеми бегать не будем. То есть, Ниса, вы что хотите? Что я скажу? Все, Ниса не может замедляться. Ребята, все, я все отменяю, будем ускоряться. Ей вот надо ускориться, поэтому мы будем ускоряться. Но вы не делайте, вы ускоряйтесь, мы будем замедляться. Мысли за час очень трудно останавливать. Ну, если останавливать, то трудно. Так, я 45 минут лежал, лежал. Ребят, вот давайте всегда обязательно услышат что-то, слово какое-то услышат, вцепятся в это и это самое. Давайте так, ничего из того, что я здесь рассказываю, не является медицинскими рекомендациями. Если любое какое-то действие противоречит с какими-то назначениями вашего лечащего врача, обязательно посоветуйтесь с вашим лечащим врачом. Ну, и опять же, мозг-то немножко включайте, когда делаете упражнение. Да, то есть, если я говорю, замедлится, это не значит, что надо остановиться перед едущим поездом, да, и делать, и два часа делать шаг там. Ну, опять же, если у вас там аллергия на соль или еще что-то, не делайте этого. Все, началась дискуссия по поводу с солей. Мне плевать, честное слово, вот вообще плевать. Да, я не даю рекомендации по поводу солевых вам. Да, то есть, если у вас есть противопоказания по поводу флаттинга, да, то советуйтесь со своим лечащим врачом, а уж никак не с чуваком из интернета, который учит людей писать сценарий. Да, вот Олеся пишет, стала замечать за собой такую особенность применения каких-то сложных задач, стараясь замедляться, и решения приходят по этим вопросам. Вполне может быть, да, что есть, когда вырабатывается некая интуитивно, вырабатывается стратегия, да, когда вы начинаете это самое, да, замедляться, и так, как раз замедление нужно остановиться перед тем, как менять свою жизнь. Понимаю. Пробовали? Пробовали ли вы депривационную камеру? Пробовал. Но, друзья, еще раз, опять же, поймите, что я, во-первых, не врач, да, и, во-вторых, у нас с вами, да, должна быть граница между, как бы, вещами, которые я рекомендую, да, и тем, как вы это выполняете. Да, то есть, естественно, нужно адаптировать к условиям, если вы, если я там, допустим, на самодисциплине, в числе прочего, например, рекомендую, там, не знаю, пить воду с лимоном по утрам вместо кофе, если вы пьете кофе. Я, кстати, пью кофе прямо сейчас, да, если у вас аллергия на лимон, да, или аллергия на мед, то, естественно, ну, не надо этого делать, да, или там, ледяной душ, опять же, если у вас там проблемы с сердцем, ну, не надо этого делать, да, опять же. Все, если есть сомнения по поводу своего здоровья, консультируйтесь со своим врачом. Так, хорошо, друзья, на этом я сегодня предлагаю закончить и увидимся в следующий понедельник в 12 часов на очередном выпуске «Дня денег». Спасибо за ваши комментарии и пока-пока.